Этот самолёт действительно превосходит по своим характеристикам те самолёты, которые стоят на вооружении у вероятного противника. Истребитель пятого поколения – последнее слово российских конструкторов. Ещё три года назад этот самолёт считался фантастикой, но уже в 2009-м состоится его первый вылет. 8 тонн оружия на борту, видимость до 500 километров. Истребитель пятого поколения сможет одновременно поражать несколько мишеней в воздухе, на земле и на море. Его не засекут радары противника, специальная краска делает его невидимым. Это всё, что сейчас рассказывают конструкторы об истребителе будущего. Всё остальное и даже то, как он выглядит – военная тайна. 19 февраля 2008 года. Военный аэродром в Подмосковном Жуковском. На взлётной полосе конструкторы и военные – первое испытание нового истребителя Су-35 – прототипа самолёта пятого поколения. На Су-35 мы внедрили большое количество технологий, которые внедряются на самолёт пятого поколения. Это в первую очередь касается интеллекта, это система управления, комплекс бортового оборудования, индикация в кабине пилота. Это пока единственный экземпляр только что с конвейера. Никто не знает, как истребитель поведёт себя в воздухе. Лётчик-испытатель Сергей Богдан, как все пилоты, суеверный. Самолёт очень любит, когда ты его гладишь по крупу. Его нужно похлопать, как лошадь. Ему это нравится. У меня, например, примета какая, что самолёт, когда осматриваешь перед вылетом, какой бы мороз ни был, его обязательно нужно трогать руками, не перчатками. Он тоже это любит. Пилотное задание – на максимальной высоте выполнить мёртвую петлю и бочку. Все системы работают нормально. Сергей Богдан плавно сажает самолёт. Су-35-й сдаёт экзамен. Я могу сказать, что самолёт очень мягкий в управлении. В то же время очень энергично разгоняется, энергично маневрирует и очень точно маневрирует. То есть то, что я задаю самолёту, он это чётко выполняет. Вот это очень приятно. Посторонним вход воспрещён в конструкторское бюро Сухого. Именно здесь создают истребитель пятого поколения. Все сотрудники дают подписку о неразглашении информации. О своей работе они не рассказывают даже близким. Мы не можем показывать их лица. Самолёт будущего создаёт больше тысячи конструкторов. Каждое подразделение отвечает лишь за конкретную небольшую часть истребителя. Только в отделе шасси работает больше ста человек. Но самый многочисленный отдел – компьютерный. Сегодня главное требование к истребителю будущего – умение думать. Да, это внутренний некий единый компьютер. И это позволяет, вот создание вот этой интегрированной системы, позволяет максимально облегчить лёгчику выполнение уже конкретных боевых задач. То есть мы научили самолёт думать. И дали лётчику интеллектуальную поддержку со стороны самолёта. То есть огромное количество подсказок при тех или иных манипуляциях лётчиками. Автоматизация процесса выполнения боевой задачи, начиная со взлёта и кончая посадки. Показательные выступления на Вершовле-Бурже в 99-м. Пилот-истребителя демонстрирует своё мастерство. Он пытается эффектно пролететь над землёй на высоте одного метра. Самолёт задевает землю и взрывается в воздухе. Пилотам удалось катапультироваться. Истребитель пятого поколения никогда не попадёт в подобную ситуацию. Компьютер откажется подчиняться экипажу, если это связано с риском. Как автопилот на гражданских самолётах здесь автобоец. Лётчику нужно только будет задать программу. Всё остальное самолёт сделает сам. Машина умеет распознавать своих и чужих, стрелять точно в цель, отличать военные объекты от домов мирных жителей, самостоятельно уходить от ракет противника и без помощи диспетчера возвращаться на базу. На таких самолётах, имеющих систему управления с интегрированным вектором тяги, уже практически отсутствуют такие критические явления, как сваливание самолёта, штопор. То есть самолёт выходит из любой практической ситуации. Тем самым значительно повышается безопасность полёта. А сами характеристики системы управления позволяют обходить все острые углы с точки зрения устойчивости управления самолётом. Это точная копия кабины истребителя пятого поколения. Со стороны кажется, что лётчик играет в компьютерную игру. На самом деле он ведёт воздушный бой. Аналогичными компьютерными системами пятого поколения уже оснащён российский МиГ-35. Ещё один самолёт будущего. Нам сегодня выставляют требования. Посильные для нас требования. Нормальные. Мы здесь видим, что с этим справимся. Но это требования уже из будущего. Ракеты класса «Воздух-Земля» на истребителях пятого поколения уже с видеокамерами и приборами ночного видения. Изображение передаётся на монитор в кабине пилота. Лётчик может управлять ракетой даже после команды «Пуск». Она видит цель в любых погодных условиях в радиусе 130 километров. Ещё до того, как МиГ появится на радарах противника. Понимаете, сегодня самолёты не только четвёртого, а четвёртого плюс поколения, и тем более пятого поколения, это самолёты многоцелевые. И посудите сами, какова загрузка лётчика, который в боевой обстановке, в условиях помех, в условиях противодействия авиации противника, в условиях противодействия противовоздушной обороны противника, должен решать боевую задачу. Сбивать самолёты истребители, которые его атакуют. Наводить оружие на наземные или надводные цели. И всё это за очень короткий промежуток времени. Ракеты на истребителях пятого поколения теперь размещены внутри корпуса. Они на крыльях, как на предыдущих Су и МиГах. Первое испытание на прочность в конструкторском бюро. Новый самолёт нагружают железом. 40 тонн дополнительной нагрузки на корпус. Если он не ломается, через несколько дней проверяются остальные системы будущего истребителя. Для того, чтобы он вообще с самолёта имел право взлететь, система должна пройти очень достаточно жёсткий цикл испытаний, в рамках которого необходимо делать и короткие замыкания, и обрывы силовых проводов, и ещё целый ряд режимов, которые на борту делать вообще нельзя. Потому что объект стоимостью десятки миллионов долларов, если там что-то пойдёт не так. Поэтому все эти моменты критически отрабатываются на земле. Почти год уходит на полное тестирование уже готового самолёта. Лишь после этого его отдают военным. Истребители пятого поколения будут производить на заводе Сухого в Новосибирске и на предприятии МИГа в Луховицах, столице отечественного самолётостроения.